Вокруг российского спорта в последнее время не утихают скандалы. Последние события связаны с недопуском большого количества лидеров нашей сборной в Пхенчхан на Олимпиаду. На встрече со своими доверенными лицами, прошедшей 31 января, президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не оградила их от сложившейся ситуации, и сделал ряд заявлений по вопросам, касающимся ситуации в спорте. «Ни в коем случае нельзя превращать мировой спорт, олимпийское движение в задний двор грязной политической кухни. Спорт – это такая сфера деятельности, которая, как и искусство, должна быть открыта миру. Там все должно быть прозрачно, иначе возникает недоверие к принимаемым решениям. Я призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые МОК предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских играх. Мы, безусловно, поддержим и материально, и морально всех наших спортсменов, которым не удалось поучаствовать в этих Олимпийских играх. Надеюсь, что их личная и спортивная жизнь будет складываться благоприятно. Наша задача и наш долг – все сделать для того, чтобы их поддержать». Во Владивостоке перед началом Олимпийских игр проходят мероприятия в поддержку спортсменов-олимпийцев из России. Так, в школе номер 17 ученики могли пообщаться с Виталием Оботиным, приморским пловцом, 12-кратным чемпионом Сурдолимпийских игр, 15-кратным чемпионом мира, 6-кратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России, рекордсменом мира, Европы и России по плаванию среди лиц с нарушением слуха. Виталий рассказал ребятам о своих первых шагах в спорте. Также на прошедшей недавно пресс-конференции по поводу поддержки российских атлетов Виталий поделился своим мнением по поводу участия России под нейтральным флагом. Это очень много спортсменов, которые, допустим, уже во взрослой, возрастной категории хотели, допустим, в последний раз съездить. Естественно, они готовились, чтобы удачно, очень хорошо выступить. А тут раз в такое событие, то бы не происходило, вы все равно старались, стремились к этому. Нужно доделать дело до конца. На спортивной набережной Приморской столицы состоялся забег с национальными флагами. А на спортивном празднике Дне здоровья в поселке Новошахтинском свое мнение о ситуации высказал и чемпион мира по боксу Николай Валуев. Желание уличить в чем-то, почему-то выделить среди всех только Россию, то есть сделать нас какими-то и спортивными, в том числе и изгоями. Напомним, на зимние игры в Корею допустили лишь 169 наших спортсменов. А следующий митинг в поддержку наших олимпийцев пройдет 3 февраля на Центральной площади Владивостока. Дмитрий Беломеснов, Василий Косилов. Новости на Восьмом.